Сегодня весь мир отмечает День людей с ограниченными возможностями. Традиционно к этой дате в столице нашей республики проходит фестиваль творчества инвалидов, равные возможности, достойная жизнь для всех. Побывала на мероприятии моя коллега Карина Баталова. Они не привыкли выступать на сцене. Их жизнь чаще всего сводится к общению в кругах домочадцев и учителей. Но сегодня для воспитанников коррекционных школ и интернатов республики особенный день. Со всем старанием и искренностью через песни и танцы они говорят зрителям о своей открытости и желании участвовать в общественной жизни. Основная цель – это интеграция в общество наших инвалидов. Хотя говорят, не надо говорить слово «инвалид», но кажется, ничего в этом нет. Но не подчеркивает степень заболевания, но подчеркивает степень отношения общества к этому человеку, степень помощи, в которой нуждается этот человек. Чтобы мы их поддерживали и понимали, и принимали. Больше, наверное, им не нужно. А с болезнями они сами тоже справятся. Это уже девятый по счету фестиваль, который проводит Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез». Вот уже в девятый раз в нем участвует Ахмед. В этом году вместе с друзьями и преподавателями он подготовил танец «Кавказских воинов». Вот как сентябрь начался, у них начинается у нас репетиция, у нас занятия, надо же танцевать, готовиться. Ночью нормально не может спать, вот именно как раз. Утром спосыпается рано, надо готовиться. На фестивале также выставлены творческие работы воспитанников Дома дневного пребывания «Жизнь без слез». Средства от их продажи поступят на помощь детишкам. Среди поделок из бисера и бумаги Ахмед нам показывает свои картины. Вот, например, цветок из ракушек. А эти два сердца – Ахмед и его мама. В завершении фестиваля перед детьми выступили аниматоры и вручили им подарки. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал НРТ, Махачкала.